Возвращаясь из Обственной пустыни, уже домой, я заехал в монастырь Тихона-Калужского, в Тихонову пустыню. Само слово «пустынь» предполагает малый монастырь. Но сейчас об этом трудно сказать. Так получилось, что этот небольшой монастырь, еще основанный в 15 веке, святым Тихоном Калужским, превратился в одну из крупнейших обителей России, куда собирались тысячи паломников. И вот об этом очень хорошо говорит архитектура этого монастыря. Я очень много раз собирался сюда приехать, давно слышал об этом монастыре. Сначала даже толком не представлял, где он находится. Здесь несколько путанно сделана станция Тихонова пустыня, это еще историческое название. А монастырь находится в поселке, который сейчас носит имя Льва Толстого, который здесь никогда не был. Такое просоветское название. Звучит благовест на кануне праздника Иверской Божьей Матери. Вот так четыре дня празднуются праздники преподобного Амросии Оптинского, собор оптинских старцев. Сегодня праздник Божьей Матери Калужской. Я все-таки выяснил, что чудотворный образ находится, скорее всего, в Георгиевском храме. Единственном храме, который никогда не закрывался в Калуге, в Кафедральном соборе, в Нижнем храме. И завтра будет отмечаться праздник Божьей Матери Иверской. Но Божья Матерь Иверская празднуется несколько раз в год. Это всем известно. И вот как раз завтра будет одно из празднований. И здесь один предел, вот в этом храме, в Преображенском соборе, освящен в честь Иверской Божьей Матери. А поэтому здесь будет совершаться торжественное богослужение. Я даже не представлял, насколько величественны постройки этого монастыря. Успенский собор, колокольня. А вот, как мне сказали, Преображенский храм построен был уже в нашем веке. От него остались только фундаменты. И там под спудом находится гробница с мощами свидетеля Тихона Калужского. Ну, не свидетеля, а преподобного Тихона Калужского, конечно. Но они так и не были явлены, находятся под спудом. Я говорю, очень много давно знал об этом монастыре. Но как-то не знал даже толком, где он расположен. На самом деле, находится совсем недалеко от Калуги. И место это исторически очень интересное. Оказывается, здесь совсем недалеко протекает Угра. Направляясь вот в Украину, я помню, проезжал эту реку. Увидел там знаменитый монумент, который все знают. Но вот знаменитое стояние на Угре находилось совсем недалеко, в трех километрах отсюда. И здесь, оказывается, несколько лет назад был создан, освящен скит со знаменитой, сделанной современной диорамой этого исторического события. И построен храм, ну, в стиле храма Покрова на Нерли. Вот я совсем даже не знал, что этот храм находится совсем недалеко. И, конечно, надо, если бы так просчитать, надо было бы, конечно, здесь целый день посвятить этому уникальному месту. А также находится источник преподобного Тихона Калужского. Тоже находится в другом месте, где-то примерно в двух километрах отсюда, представляющий собой деревянный скит, который был еще создан, ну, в XIX веке. Потом, конечно, он был закрыт, разрушен, и вот в настоящее время его восстановили. Вот так завершается моя паломническая поездка по Калужским святыням. Началась вот в Георгиевском храме у Калужской иконы Божьей Матери. Посетил я Свято-Виденскую Оптину пустынь на праздник преподобных старцев оптинских. И вот завершаю здесь у святого Тихона Калужского чудотворца. Конечно, нет времени все посмотреть, съедить вот этот Владимирский скит. Так что вот надеюсь еще, как всегда, сюда специально приехать. Побывать здесь, помолиться за богослужением, праздник Тихона Калужского. И, конечно же, посетить и испить воду в святом источнике. Такое здесь замечательное место. По-прежнему тихое, немноголюдное. Наверное, очень много народа приезжает в дни только больших праздников. А так как-то немноголюдно, тихо, очень умиротворенно. Что ж, можно сказать, лишний раз поистине прекрасен мир Божий.